Частичное закрытие правительства или шатдаун продолжается уже больше двух недель. В США традиционно зарплаты выплачиваются раз в две недели. Многие американцы живут от зарплаты до зарплаты. Задержки с выплатами могут стать очень серьезной неприятностью. Мы ваши друзья и соседи. Нам говорят, приходите на работу, но мы не знаем, когда вы получите зарплату. Мы работаем по шесть дней в неделю. Некоторые работают по 10 часов в день. И так по всей стране. У нас не хватает сотрудников. Сегодня количество авиадиспетчеров минимальное за последние 30 лет. Шатдаун начался 22 декабря, как раз когда вся страна праздновала Рождество. И по традиции все покупали друг другу подарки. Это и так тяжелая работа. Мы отвечаем за жизни людей. Все только что потратились на Рождество, а следующей зарплаты нет. Исполняющий обязанности начальника штаба президента Мик Малвейни сказал в интервью каналу NBC, что если шатдаун продлится до вторника, 8 января, в предстоящую пятницу зарплаты перечислены не будут. Это очень печально. Я понимаю причины происходящего и считаю, что президент Трамп должен настаивать на своем. И, к сожалению, это коснулось многих работников. Надеюсь, они смогут все решить как можно скорее. Но могу сказать, что на большей части Среднего Запада мы верим, что США нужно укрепление границы. И если это то, что нужно сделать, чтобы добиться финансирования, я искренне считаю, что мы должны это сделать. Лично я не беспокоюсь об этом, если честно. Но мне кажется, это дурацкая ситуация, когда Трамп все закрывает. Он как капризный ребенок, понимаете? Он добивается того, чего хочет, и поэтому заставляет всех вокруг страдать. Администрация транспортной безопасности США, федеральное агентство, которое отвечает за безопасность полетов, признало, что в последние дни увеличилось количество сотрудников, которые по тем или иным причинам не вышли на работу. Администрация транспортной безопасности США, федеральное агентство, федеральное агентство, федеральное агентство.